привет мои дорогие я рада снова вас приветствовать на своем канале и мы продолжаем наш плейлист караоке с яровой и сегодня у нас новое интересное видео жил-был король но к сожалению его жизнь вовсе не была сказкой зачастую в жизни он был непонятым несчастным и глубоко одиноким человеком речь пойдет о короле поп-музыки всех времен и народов майкель джексон майкл джексон родился в обычной семье и был седьмым ребенком из девяти его отец однажды заметил музыкальные способности своих детей и решил создать нечто вроде детской группы объединив при этом пять своих сценарий пятым самым младшим участником этой группы стал майкл джексон в этой группе майкл джексон сразу же выделялся он моментально своим обаянием просто покорял сердца людей выступая на сцене потому что у него была своя очаровательная способность петь и уникальная хореография поэтому люди его сразу же полюбили эта семейная группа очень быстро стала популярной во всей стране потому что отец организовывал часто им концерты в ночных клубах даже стриптиз клубах вообще ничем не 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 смущаясь совершенно то есть они постоянно выступали принимали участие в разных конкурсах часто выигрывали и популярность это была часть детской жизни майкла джексона но она эта же популярность имела негативную сторону поскольку у майкла джексона совершенно не было детства часто майкл джексон своих интервью с сожалением вспоминал о том как он завистью смотрел на деток которые игрались во дворе с друзьями или просто гуляли с собаками с мамами и с папами в парке потому что майкл джексон такого роскоши не имел с утра он занимался в школе потом он ехал сразу в студию там они либо записывались либо репетировали танцы и соответственно потом уже было время спать вечерами часто были выступления поэтому отец можно сказать совершенно откровенно просто украл у своих сыновей детства более того отец майкл джексона был откровенным тираном потому что майкл джексон уже получил взрослым на интервью даже несколько раз расплакался вспоминая свое детство отец был настолько жесток что за малейший промах неправильно взятую ноту или если там если ему показалось детки немножко ленились и устали или не выполняли как ему хотелось что то он мог бить их просто всем тем что попадалось под руки вообще наотмашь и абсолютно их не жалеет конечно это отложило очень сильный отпечаток в сердце и в уме майкла джексона поэтому себе он сам пообещал что он станет замечательным отцом полной противоположностью своему отцу но собственно его мечта сбылась но об этом чуточку позже еще один пример хочу привести чтобы доказать тиранию его отца чтобы просто ужаснулись от этого потому что меня лично это произвело огромное впечатление представьте себе однажды отец джексона надев устрашающую маску и издавать какие-то истошные вопли среди ночи залез к майклу джексону в спальню через окно таким извращенным естественно его напугало майкл джексон был не просто шок он дико испугался зачем сделал так его отец оказывается это был какой-то извращенный способ научить своих детей закрывать окна перед сном вот так но самое удивительное и болезненное было лично для меня просматривая одно из интервью видеть слезы сожалению боли детской на глазах у майкл джексона отвечая на вопрос ведущего одной из программ ненавидели ли вы своего отца в те моменты когда он разбил да конечно сказал майкл ненавидел всей своей душой всем своим естеством я просто ненавидел но последующие слова меня просто вот убили потому что он сказал но вы знаете возможно его методы не были уж настолько бесполезны и настолько уж ужасны если именно этими действиями возможно он создал звезду которая сейчас перед вами меня майкла джексона многие психологи называют этот синдром стопгольмским синдромом когда жертва проявляет симпатию даже несколько любовь и понимание к своему мучителю хорошо это или плохо обсудить вам я лишь говорю факты майкл джексон очень быстро своим талантом покорил сердца миллионов людей но большому сожалению наряду с тем что люди очень любили населенно руках боготворили то пресса желтая не давала ему проходу столько сколько историй было придумано в наглую просто беспардонно придуманы какие-то факты из его жизни возмущало не только майкла но его поклонников но к сожалению никто не мог остановить эту желтую прессу и вот все время на протяжении всей его жизни все время он боролся вот доказывая обратное что попросту говоря я нормальный и сейчас я вам расскажу несколько историй которые доказывают очень неприятное отношение желтой прессы к майклу джексона и то как она бессовестным образом просто глумилась над теми неприятностями которые случались в жизни майкла джексона начале 80-х годов производители газированных напитков решили увеличить свои продажи и для того чтобы это сделать они начали продумывать как же им привлечь звезд популярных личностей к участию в рекламных компаниях этих производителей ну тогда майкл джексон был очень популярным поэтому они решили сотрудничать с ним кока-колу не договорилась с майклом джексон а вот пепси пепси были в этом направлении очень успешно заключили они контракт и начали вместе сотрудничать если вы помните одним из слоганов пепси на тот момент было новое поколение выбирает пепси и майкл джексон переделал одну из своих песен формат рекламы пепси и вот однажды во время съемок рекламной кампании с майклом джексоном случилась очень неприятная ситуация пиротехники что-то там намутили что-то пошло не так и во время этих съемок у майкла джексона загорелась голова и это было вовсе не смешно потому что на самом деле он получил очень сильный ожог попал в больницу и после этого там сделали ему какую-то операцию что-то даже по моему пересадка кожи в общем это была серьезная операция тогда у него была реабилитация очень долгая он начал принимать обезболивающие антидепрессанты кстати сказать после этого на них собственно и подсел но об этом также чуть позже поговорим и получив компенсацию в итоге от компании пепси за причиненные в общем-то такие вот трагические ситуации майкл джексона он не взял эти деньги себе но что он сделал он купил большой какой-то вот аппарат это как что-то типа барокамеры или кислородной какой-то камеры которые он купил для больницы где лечились ребята которые получали ожоги он просто ее подарил туда этот аппарат облегчал боли после операции или вообще после ожогов то есть он действительно очень был полезен и во время открытия во время презентации открытия вот этого там там какой-то целый центр получился майкл джексон решил просто немножечко попробовать что ли этот аппарат или похулиганить немножечко и он сам залез в эту камеру конечно там были журналисты которые это сфотографировали эти фотографии разнеслись просто по всем изданиям каким только возможно но не с надписью о том что майкл джексон молодец и пожертвовал свои деньги для помощи людям а с тем что майкл джексон настолько боится постареть что приобрел себе кислородную камеру в которой спит каждую ночь чтобы сохранить свою молодость еще один интересный пример из жизни майкл джексона все мы знаем что майкл джексон афроамериканского происхождения и собственно темнокожий человек но в процессе жизни он светлел кожа у него светлела и в конце он уже вообще был белым и многие думали что благодаря нашим журналистам естественно желтой прессы которая раздувала все это думали что он не хочет быть темнокожим он отказывается от своих корней от своего происхождения хочет быть белым поэтому просто не вылазит из клиник пластической хирургии постоянно себе делать специальные операции не жалея денег чтобы быть красивым но мало кто из вас знает возможно ну и тогда тоже мало кто знал о том что майкл джексон на самом деле страдал очень редким генетическим заболеванием под названием витилиго люди которые страдают этой болезнью очень кстати неприятные имеют белые пятна на своей коже светлее общего фона кожи которые в процессе жизни а также под воздействием стресса и каких-то там приемов медикаментов начинают увеличиваться в размере потом они между собой соединяются и человек действительно становится светлее весь этот процесс очень неприятно естественно и майкл джексону конечно от этого было вовсе нехорошо на своих интервью он часто говорил о том что ребят я не могу это контролировать это болезнь от которой я лечусь я принимаю специальные препараты но это генетическая болезнь которая в общем то не лечится ну и конечно же он маскировал все это под большим слоем белого тона и так далее но наши журналисты естественно не сказали людям о том что майкл джексон болен приятнее было бы сказать что он сумасшедший майкл джексон сам собственно очень часто возмущался таким пристальным вниманием желтой прессы к своей персоне и приводил очень хороший пример он говорит что я например очень люблю микельанджело я люблю вообще искусство если бы мне хоть разок в жизни выпал такой шанс встретиться с этим человеком и задать ему несколько вопросов поверьте я не спрашивал бы его сколько раз ты был женат скажи какой цвет тебе больше нравится или скажи ты болеешь чем-то скажи сколько у тебя было партнеров и так далее я бы спрашивал у него скажи как ты творишь все это чудо что вдохновляет тебя как ты можешь быть таким талантливым вот чтобы меня интересовало конечно его эти возмущения оставались к сожалению неуслышанными но самой страшной истории даже двойной истории в жизни маккл джексона было было обвинение его в педофилии маккл джексона не было детства об этом уже говорили и на территории своего особняка он строил neverland и сам считал себя питером пеном это мальчик который никогда не повзрослеет и в душе и в сердце он себя чувствовал маленьким ребенком и совершенно не собирался взрослеть часто на территорию своего но и в эрленда где было и диснейленд и кинотеатр и просто театр и вообще очень много увеселений он приглашал обычных деток это не только для его детей было он приглашал и больных деток каждые две недели на самом деле туда приезжали дети из малоимущих семей из местных больниц и со всей страны приезжали к нему он всех принимал все это было бесплатно вы знаете что на территории его особняка был кинотеатр и театр для оборудованной специально для удобства просмотра фильмов и также представлений лежачим больным деткам настолько он обо всех действительно заботился и мало кто знает что он желая оставаться незамеченным жертвовал огромные суммы денег для реабилитационных центров для деток в основном вот одна история была когда мальчик больной спидом кстати по ошибке врачей перевели ему кровь и он заболел спидом этот мальчик понятно что был обречен на смерть так вот когда этот мальчик с мамой пришел к нему в гримерку он с удовольствием с ним переговорил помог ему дал денег на реабилитацию и так далее но самым трогательным моментом было то что майкл джексон в исполняя одну из песен держал этого мальчонку на руках всю песню это было безумно трогательно и потом когда этот мальчик уже умер мама писала благодарственные письма и сказал спасибо вам огромное вы не представляете что вы сделали для моего сына даже врачи удивлялись несколько месяцев после этого ребенок будто бы не был вовсе больным настолько это его оживило и за всю эту свою любовь к деткам в итоге он и пострадал дважды майкл джексон был обвинен в педофилии впоследствии доказано было что все это было неправдой что они просто родители мальчика попросили этого мальчика наговорить на майкла джексона но тем не менее это дело взяло свой оборот и майкла джексона арестовали он очень много интервью рассказывал о том как плохо и как жестоко относились к нему в полицейском участке вы можете посмотреть интервью я смотрела и видела его как он показывал свои синяки о том что его полиция закрывала в туалете и видно что тебе нравится заставляли показывать свои половые органы и все это было ужасно унизительно кстати после этой истории майкл джексон снял видео обращение для своих фанатов которые он уверен был что не поверили этой истории но тем не менее он записал это оправдательное видео чтобы показать что нет я этого не делал конечно же он этого не делал никогда лично я в жизни в это не поверила и не поверю и никогда потому что майкл джексона это не способен но таков был факт в истории это очень сильно подорвало здоровье в том числе психическое майкл джексона конечно он усилил прием антидепрессантов и что вообще он не скрывал кстати сказать своей зависимости от этих препаратов но это в общем то в конце его и сгубило но результатом второй истории послужило то что майкл джексон просто уехал из своего дома нэверленда потому что все что было там напоминало ему об этом ужасе на долгие 8 лет майкл джексон просто выпал из жизни он не появлялся на публике он больше не записывал песни он не появлялся на каких-то общественных мероприятиях он просто вел свою тихую спокойную жизнь у него ведь было трое деток и он действительно исполнил свою мечту детства и свое обещание данное однажды самому себе стать восхитительным отцом у майкла джексона было трое детей он был дважды женат однажды первый раз он был женат на дочери эллиса прайсли второй раз он был женат на медсестре с которой познакомился в больнице в общем которая помогала ему когда-то с реабилитации после операции на кожу из-за его генетической болезни но в браке ни в первом ни во втором он счастья не нашел и оба брака подержались не больше двух лет результатом второго брака стало появление на свет двух деток а третий ребенок появился у майкла джексона от суррогатной матери он душиничал своих детях делал для них все и конечно реализовывал все свои детские фантазии своих детках ну и не только конечно своих детках спустя много лет после последнего скандала майкл джексон все-таки решился выйти из тени в свет и не просто выйти а он хотел выйти все красиво он понимал что фанаты скучают по ним и он решил создать бомбезнейшее шоу которое должно было называться that's it в переводе на русский это обозначает вот и все и в этот концерт должны были войти все его знаменитые хиты на сцене должен был быть живой слон там огромное количество пиротехники должно было быть задействовано миллионы людей просто создавали это шоу но большому сожалению совсем вот незадолго до первого концерта майкл джексон умер я не стану в этом видео обсуждать тему причин смерти и последствий последствиями виду скандалы естественно желтую прессу я считаю что это пусть останется уже на суд истории на суд потомков потому что мне лично неприятно когда короля эстраду уже после его смерти вот так вот судят к большому сожалению мир потерял кумира мир потерял гения но на память о нем нам остались величайшие шедевры и один из этих шедевров мы сейчас с вами разберем готовы песню которую я выбрала для вас называется dirty diana что в переводе обозначает развратная или распутная диана это не идея не какой-то конкретно посвящена а на самом деле посвящена девушкам под таким собирательным образом группе их так называли это девчонки которые им не важно было кто из музыкантов вообще рядом с ними сейчас они ждали всех популярных музыкантов на бэкстейз то есть после они ждали потому что тусоваться с музыкантами это круто и они всегда надеялись на то что кто-то из музыкантов на них обратить внимание сделать их тоже звездой он собственно высмеивая этот образ майкл джексон написал эту песню очень смешной случай сейчас вам расскажу связанный с этой песней однажды майкл джексон выступал с концертом на стадионе в эмбли и одним из гостей приглашен этот концерт были члены королевской семьи соответственно принцесса диана ну и макл джексон на самом деле постеснялся петь эту песню и заведомо умышленно вырезал эту песню из концертной программы но за несколько минут до концерта сама лично принцесса диана подошла к маклу джексону и спросила у него скажите майкл вы же споете мою любимую песню про диану на что макл джексон очень удивился и сказал я бы с радостью я не знал что она вам так нравится я постеснялся но к сожалению не смог исполнить эту песню на концерте потому что до начала уже до выхода на сцену оставалось пару минут а песня все-таки не вошла в этот вот сет лист поэтому но мы знаем с вами что принцесса диана очень уважала и любила эту песню это очень прикольно итак сейчас мы с вами разберем саму песню интересные ее фразы после чего вы услышите полностью перевод ее со всеми деталями но я хочу сейчас как обычно обратить ваше внимание на конкретные фразы и слова которые во мне вызвали какой-то отклик и я думаю они будут очень интересны вам первая фраза вы видите сейчас ее на экране звучит несколько странно take your weight off of me если дословно переводить эту фразу это возьми свой вес от меня то есть слезь с меня пожалуйста вот вам of всегда означает что-то на вылет ну что-то как бы вне да и of me от меня итак фраза take your weight off of me интересная также фраза just let me be позволь мне быть дословно переводится но имеется ввиду оставь меня в покое все привыкли говорить leave me alone ну вот вам пожалуйста еще синоним фразы let me be сейчас мы с вами рассмотрим интересный глагол seduce seduce это соблазнять и в песне мы с вами слышим you seduce every man but you won't seduce me ты соблазняешь каждого мужчину всех мужчин но в этот раз ты не соблазнишь меня seduce соблазнять следующая интересная фраза do what you please переводится делай что пожелаешь делай что хочешь если бы мы переводили дословно то мы бы сказали do what you want но как вы видите вы можете использовать не только want но и please что обозначает делай все что пожелаешь интересная также фраза которая меня заинтересовала это she trapped me in her heart она trap это ловушка то есть она взяла меня в ловушку своего сердца she trapped me in her heart интересная еще фразочка связанная с завершением концерта не всегда говорят что концерт закончился иногда говорят что the curtain comes down то есть штура да и вот этот вот занавес опускается поэтому после окончания концерта здесь очень интересно представлена песни after the curtain comes down то есть после того как опустился занавес обратите также внимание на следующую фразу promise fortune and fame пообещали fortune and fame что такое fortune and fame fame это слава fortune это удача это все что связано с роскошью успехом удачей это уже устойчивое выражение fortune and fame все что вы связываете с успехом следующее слово carefree а то все здесь к жизни то есть кто-то обещает кому-то такую легкую беззаботную жизнь a life which is so carefree carefree это такой беззаботный ну и отличнейшая фраза вам на закуску самая крутая здесь это i can be the freak you can taunt или i'll be the freak you can taunt freak это я могу быть тем чудиком да фрики у нас даже в русском так используется уже да фрик это тот кто странный необычный а taunt это оказывается издеваться но в позиции ты можешь делать со мной все что хочешь делать со мной самые невероятные штуки поэтому вместе эта фраза звучит в общем-то ну максимально я постараюсь приблизить к русскому языку я буду тем чудиком над которым ты сможешь издеваться i'll be the freak you can taunt а теперь мои дорогие я предлагаю вам полностью разобрать эту песню на экране как обычно вы будете видеть как английский текст так и русский текст все это будет озвучено с переводом пожалуйста внимательно посмотрите этот материал ты никогда не заставишь меня остаться поэтому просто слезь с меня я знаю каждое твое движение поэтому почему бы тебе не оставить меня в покое я проходил через это тысячу раз прежде но я был слишком слеп чтобы увидеть что ты соблазняешь каждого мужчину в этот раз ты не соблазнишь меня она говорит все хорошо эй малыш делай что пожелаешь у меня есть кое-что что ты хочешь я то что тебе нужно она заглянула глубоко в мои глаза она трогает меня чтобы завести меня она говорит нет дороги назад она пленила меня в своем сердце ей нравятся мальчики из музыкальных групп она знает когда они приезжают в город как любая фанатка после окончания шоу она ждет возле черного входа тех у кого есть престиж кто обещает славу и успех и жизнь такую беззаботную she's saying that's ok hey baby do what you want i'll be your night loving thing i'll be the freak you can taunt and i don't care what you say i want to go too far i'll be your everything if you make me a star она говорит все хорошо эй малыш делай что хочешь я буду для тебя любовницы на одну ночь чудачкой над которой ты можешь поиздеваться и мне все равно что ты говоришь я хочу зайти слишком далеко я стану для тебя всем если ты сделаешь меня звездой she said i have to go home cause i'm real tired you see but i hate sleeping alone why don't you come with me i said my baby's at home she's probably worried tonight i didn't call on the phone to say that i'm alright она сказала я должна идти домой потому что я действительно устала ты же видишь но я ненавижу спать одна почему бы тебе не пойти со мной я сказал моя малышка дома и наверняка волнуется за меня сегодня я не позвонил ей чтобы сказать что со мной все хорошо диана диана подошла ко мне сказала я вся твоя сегодня ночью и я побежал к телефону говоря малышка я в порядке я сказал что не открыл дверь потому что забыл ключ она сказала он не вернется потому что он спит со мной ну а теперь мои дорогие когда вы точно знаете о чем эта песня разобрали интересные фразы узнали много фактов о самом Макли Джексоне теперь пообещайте мне что придя в караоке вы непременно споете эту песню кто-то из вас ее выучит наизусть и будет подпевать в машине или будет просто услышав ее где-то издалека знать о чем эта песня в любом случае теперь вы свободны в этой песне с чем я вас и поздравляю надеюсь я смогла вам об этом помочь ну а мы с вами встретимся в следующем видео а пока пока